Теперь Сергей программирует не компьютеры, а людей на бег. Учился в политехе на программиста, потом уехал в Москву, запускал разные проекты, даже занимался каршерингом. Пока не попробовал бегать, втянулся так, что решил открыть свой беговой клуб. У нас любительский беговой клуб, это значит, люди любят то, чем они занимаются, это их хобби, и мы с командой помогаем им реализовать свои цели и задачи в сфере любительского бега. Это секция легкой атлетики для взрослых, и довольно крупная уже в России организация, и мы делаем, я так думаю, людей чуточку счастливее через бег. Амстердам, Таиланд, Нью-Йорк. Сам Сергей бегает не только по России. Говорит, в западных странах для любителей больше условий. За 10 лет бега на его счету 9 марафонов на разных континентах. Особенно гордится участием в Нью-Йоркском. Считается топ-6 марафонов в мире. Это категория мейджор марафоны. У них есть события, которые собирают до 60 тысяч участников, где на всю дистанцию, на протяжении 42 километров, выходят около 3 миллионов человек и поддерживают по улицам Нью-Йорка. Там 5 районов зацепляется, и финиш происходит в Манхэттене. Алексей о таких марафонах пока только мечтает. За 3 года успел поучаствовать в трех региональных полумарафонах. Хотел бы принять участие в более масштабных, вот только в Барнауле, говорит, с этим сложно. Мне кажется, вот этого не достает городу, потому что, ну вы представляете, вот когда перекрываются улицы, да, выходят спортсмены, ну в хорошей физической форме, в красивой спортивной одежде, и бегут в течение часа, двух, полумарафон длится примерно 2 часа, и весь город на них смотрит. Идут дети, там родители с детьми. То есть это вот живой пример пробегает мимо них, и мне кажется, это могло бы и мотивировать, во-первых, людей, а во-вторых, это просто очень красиво. Несмотря на то, что пока в Барнауле любительский бег развивается медленно, Алексей не унывает, продолжает бежать к своим целям. Одно из которых он уже достиг, похудел на 25 килограммов. Оба спортсмена уверены, бег меняет все сферы жизни. И советуют начинать хотя бы с малого, по 2 километра в день. Я стал более выносливым и физически, и психологически выносливым. И знаете, есть такая штука, вот, ну, моя профессия связана с общением с людьми, очень много стресса в течение дня проходит. А когда я пробегаю дистанцию, в конце рабочего дня все эти стрессы как будто улетучиваются, у меня все обновляется, я готов снова жить, творить. Через бег можно поставить себе определенную цель и найти путь к ее достижению. Соответственно, есть определенные маленькие шаги, которые я делаю для того, чтобы прийти к финальной цели. Также можно рассматривать отношения, также можно рассматривать, говорить про бизнес или про работу. София Яценко, Вадим Быстревский, День с толком.